А вот у тебя какие-то смешные вот истории, ты же выступаешь всю жизнь, какие-то истории с выступления, что-то сохранилось в памяти? Ну, ребята, сохранилось такое, что не выбить ничем в памяти, это где-то были года, наверное, 86-й, ну, это 84-й, 86-й год, примерно, в те годы принято было кидать, а обычно кидалось когда? Когда человек отработал два или три месяца, и мы как бы знали, что это рано или поздно произойдет, работая в Лениногорске, последний концерт, нам не заплатили деньги, зарплату, мы платили суточные каждый день, понятно, может, кушать все должны были, вот, и нам никто не сказал, что поезд уходит, и когда мы пошли как бы вниз нашей гостиницы, где мы жили, то нам сказали, вы знаете, по-моему, с чемоданами ваш администратор отсюда уехал, мы попросили водителя, который возил нашу аппаратуру, тогда мы возили с собой еще всю аппаратуру сами, поехали на вокзал, поезд тронулся, и мы аппаратуру закидывали просто в поезд, в открытые двери, мы сломали все, но на этом не закончилось, спрашивали билеты, билетов нет, значит, мы пошли, нашли нашего администратора, открыли у него дипломат, забрали всю свою зарплату, теперь об этом можно говорить, и билеты тоже, нас все равно высадили, и на следующей станции привели в отделение, нам ничего не сделал, нас отпустили, потому что все разобрались, в общем, как бы все стало на свои места, и все, но мы потеряли аппаратуру, на следующие гастроли, у нас остались полупустые ящики с динамиками, когда мы приезжали с другим уже администратором, бог нас простит, мы заходили за сцену, где висели колонки кинап, через что шло кино, открывали задние крышки, внимали динамик, отрабатывали концерт, ставили их потом назад, эта история, эта просто гаузь. — Благодарные музыканты доставали, пользовались и возвращали. — Да, возвращали, да. Но были еще у нас очень хорошие истории, что мы двоих людей женили на гастролях, потому что вся жизнь была на колесах, и так получилось, да. — Ну, в этом есть своя романтика. — Мы были в Брянске, да, и из-за того, что мы были на сцене, а люди, которые как бы сочиняли нам стихи, управляли светом, у них было немножко больше времени, когда концерты, то есть они как бы оставались свободными. — Нашел себе девочку, через два дня она захотела выйти за нее замуж, и мы устроили все, мы пьяные вышли на «Зеленый концерт» и пели песни, забыл слова, пил один куплет четыре раза. — А он после этой свадьбы девочку-то видел еще хоть раз? — Девочка устроилась в Москву, через 20 лет она от нее, конечно, ушла. — Но долго пришла? — 20 лет, да, ребеночек нет, но был такой хороший брак, да, хороший брак был. Само слово «брак» не нравится мне, но он был хороший. — Давай, Володя. — Вот Саша здесь помянул слово «зеленый концерт», я думаю, что немногие знают, что это такое. «Зеленый концерт» — это последний концерт гастролей, на котором все дурачатся, и в основном музыканты со своими инструментами не расстаются, потому что если только оставишь инструмент где-то в комнате, ты придешь, и сеструны будут расстроены. Вот это «Зеленый концерт», дурачились по-страшному. — И, как правило, «Зеленые концерты» проходили не два часа, а три с половиной. — Ну, потому что это был отрыв. — Да, был отрыв, правильно Маша говорит, и ломались в зале кресла, стулья, после чего писался выговор, но это было очень приятно. — Послушай, Саша, что мы тут скромничаем? Брест, Брянск, всякие такие маленькие стадиончики или места. Ты, может, расскажешь о самом большом стадионе? — Да, нам повезло, мы открывали проспект Мира в Москве, здоровеннейший совершенно десятилетийный стадион. Мы как раз приехали из Швеции и просто пришли туда, и вот там имели возможность работать на этот стадион. — Опять скромничают? Я знаю, что вы лужники собирали. — Лужники тоже собирали? — Тоже, тоже собирали. — Ну, там тоже были смешные случаи, когда меня привязывали на кресло, на канате, запускали в зал. Я возвращался на эту сцену, на этом канате, я не мог управлять канатом. Я сбивал барабаны, колонки, четыре раза я на разных четырех концертах летал, потом я понял, что это у меня стоит жизни. — А ты в лужниках устраивал эротическое шоу? — Да. — Ты можешь сказать, что тебя кто-то переплюнул в профессионализме? — Я никогда не сравниваю, для меня это очень все по-разному. Для меня музыка — это работа, то есть любую музыку, которую я слушаю, я не могу танцевать и воспринимать ее просто, когда мне делают массаж, как релаксейшн. Абсолютно я воспринимаю это как работа. — Ну, а ты восхищен кем-то из музыкантов? — Да, да. — Например? — Например, Whitesnake, Steve White, то есть такие Инги Малстин, то есть люди, которые одарены просто с детства. — Саша, у меня к тебе вопрос совершенно неотвлеченный, то есть может быть не от темы. — Да. — У тебя четырехлетний сын. — Да. — Как ты совмещаешь быть музыкантом такого высокого класса и отцом? — Я этого мальчика ждал очень долго, я его получил в Америке. Я очень люблю эту страну хотя бы только за то, что она мне подарила такого малыша. И он имеет интересное очень имя — Лисан, потому что жену звали Лиза, а меня Саша, и получился Лисан. Этот мальчик еще не умел ходить, но уже ездил у нас в Макате, и с двух лет, сейчас мы четыре с половиной, он играет на фортепиано и поет сам по ноткам. — Это плохо очень, когда у детишек нету мамы и папы. Бай-бай! — Ты бы хотел своего сына в твою карьеру. Я бы мою карьеру, может быть, ему не хотел, но я предоставляю ему полную свободу, я думаю, что он сам выберет свое. Я могу просто ему помочь как друг, подсказать, обратить внимание на какое-то классическое воспитание по музыке, чтобы он просто имел еще одно ремесло у себя в багаже в своей жизни. — То есть ты считаешь еще одно? То есть для тебя музыка — это первое твое ремесло? — Для меня — да, но для него, может быть, нет, потому что он растет в Америке, он знает несколько языков, и у него есть какие-то другие еще виды, которые он любит. То есть я с детства любил только музыку. Смотря на моего сына, он любит очень музыку, но не настолько, мне кажется, насколько я. Но ему это очень нравится, потому что папа этим занимается, он все время это видит. — Ну а вот в свете того, что мы говорим о юном поколении, в данный момент в лице твоего сына это уж совсем юное, А если мы берем молодых музыкантов, что бы ты посоветовал вот с высоты своего опыта и с высоты своих лет делать им? Как это нужно делать? — Я бы посоветовал не делать как, а я бы посоветовал немножко грамоты. Грамоты не хватает нашим новым музыкантам, молодыми имеют грамоты, они все берут на вось и на бабки. А это немножко ошибка, потому что когда ты делаешь какие-то вещи без понятий, то они без понятий звучат, это не будет мировой рынок. Я очень хотел бы, что касается нашей России, чтобы люди выходили на мировой рынок. Для этого надо немножко знать грамоту, потому что здесь школы очень серьезные. — Ты имеешь в виду исключительно музыкальную или общую какую-то подготовку? — Даже хотя бы общую подготовку, потому что какой-то люди совершенно без понятия, абсолютно. — Саша, ну как ты к этой грамоте пришел? Ведь это же занимает время, это занимает состояние души, это же занимает... — Человек университет закончил? — Да. — То есть ты... — Я к этому пришел не сразу, к университету, но. Мне просто нужен был диплом, я его сделал. Айхофш, у меня университет дал много. Но он поставил в моей голове какие-то вещи по духовой части, что касается саксофона, дудок и так далее, да, брасс-секшн. Это да. Но уже я к этому готов был. — Ты это называешь грамотой или какой-то жизненный опыт, который привел к музыке? — Жизненный опыт, чтобы где-то получить, надо общаться с людьми с грамотными. Это один из путей. Получить этот опыт без школы. Если нету такого варианта, то лучше, конечно, пойти в школу и немножко поучиться, чтобы просто иметь понятие, что ты делаешь. — Ну вот, кстати, мы когда говорили непосредственно о музыке, о том, что это такое для Саши, он упоминал о том, что музыка очень сильно влияет на человека, потому что это ритм определенный. Ведь музыка, она входит в человеческое ухо тоже по определенным правилам. Мы ее воспринимаем, исходя из нашего биоритма в определенной структуре, и не зная вот всех этих законов, не зная элементарной действительно музыкальной какой-то грамоты, не раз уже звучит это слово в эфире, ты можешь даже не подозревать о том, чем ты владеешь, какая власть и какая красота в твоих руках и в твоих возможностях. — То есть оно может прийти, но мы можем это просто не сделать, потому что мы не умеем это сделать, и мы это потеряем в этом. — Хорошо, давай. Какой совет людям? Вот как этого можно научиться? — Чисто ленинский учиться, учиться, еще раз учиться. Или находить людей, которые хотят им в этом помочь и просто прислушиваться. Я раньше очень сильно слушался тех людей, которые мне что-то говорили, просто прислушивался. Я делал все равно по-своему, но у меня было сравнение. — Ну окей, ты выучился, ты разработал в себе, ты стал таким ремесленником, что называется, ты выработал навыки, ты полностью владеешь инструментом, а нужно ли кроме этого еще что-то делать? Как еще нужно себя развивать? — Ну надо смотреть кино, надо купаться, надо девочек любить, что касается мужского чести, абсолютно. Потому что у меня, например, это придает просто энергию на 100% плюс к тому, что у меня есть. — Ну а вот в голове, то есть нужно же еще... — В голове тоже, все можно то же самое с головой, все то же самое с головой. — Ну что ж, дорогие друзья, я на самом деле с разочарованием и грустью сообщу, что наш эфир-то, собственно, подходит к концу, и нам пора прощаться. Я бы хотела по традиции попросить вас что-нибудь сказать нашим радиослушателям, если вам этого хочется. — Володя. — Володя не хочет, Володя стесняется. — Всем удачи. — Всем удачи, супер. — Наташа, оптимизма, иметь цель и добиваться ее. — Ну и наш Саша. — Я хочу пожелать этим трем прекрасным женщинам в этой студии сегодня добра, всего им понемножку, баланса в жизни, первое всего, и чтобы они знали, что они делают в собственной жизни, и шли только к хорошему святому или большую-большую улыбке, а также нашим всем радиослушателям спокойной ночи или хорошего вечера, или доброй ночи, как вы хотите. — Счастья, радости, конечно, много денег, и удачи, удачи, и она обязательно приходит в дом. — И лично я пожелаю хорошей музыки. Группа «Карафан» была сегодня у нас в студии. — Спасибо. — Все, ребята, все. — Спасибо. — Спасибо. — Ох, ну такое ты, что-то. — Марш. — Не, у нас два, знаешь, я нормально. — Да, ладно, ладно, ладно. — Да, ладно. — Спасибо.